Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Что было предсказано Симеону-богоприимцу Духом Святым? Мы будем отталкиваться от Евангелия от Луки, 2 глава, с 25 по 32 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал «Ныне отпускаешь, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Давайте посмотрим, что говорится о Симеоне в чите именеях Дмитрия Ростовского. В чите именеях Дмитрия Ростовского и их многочисленных пересказах говорится, что Симеон был одним из семидесяти переводчиков, или, как часто выражается русская церковная традиция, толковников, которые в III веке до Рождества Христова перевели еврейскую Библию на греческий язык. «Когда, переводя Исаию, Симеон прочел пророчество о рождении Мессии, и так сам Господь даст вам знамение, все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил» – это книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих, «Он усомнился в рождении Спасителя от девы, и тогда ему явился ангел, говоря, «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, который родится от чистой и пренепорочной девы». Таким образом получается, что Симеон прожил 360 лет, пока предсказание ангела не исполнилось в момент сретенья, принесения Христа во храм при святой деве Марии и обручникам Иосифу. Есть такое послание, послание Аристея. Автор послания называет себя Аристеем. Он рассказывает в этом послании о своем участии в посольстве из Александрии в Иерусалим, когда по приказу царя Птолемея II Филадельфа и его вельможей Дмитрием Фалерским, заведующим царской библиотекой, которому царь поручил собрать все книги мира, не была предпринята попытка обзавестись и переводом еврейской Библии, то есть еврейской части Библии, имеется в виду Ветхий Завет. И Аристей сообщает, царь, заинтересованный, посылает в Иерусалим посольство, в которое входит и Аристей. Приехав в Иерусалим, Аристей встречался с первосвященником Ильазаром, беседовал с ним о иудейской вере. Первосвященник убедил Аристея в разумности еврейских пищевых запретов. Иерусалимский первосвященник предоставил в распоряжение египетского царя 72 переводчика. И даже список Торы, как пишет Аристей, «Драгоценный пергамент, на котором был золотыми еврейскими письменами, записан закон». Прибыв в Александрию, переводчики в течение семи дней оперуют с царем Птолемеем, который задает каждому из них по вопросу, «Кого мы должны называть начальниками над войском?» Это уточняет Аристей. «Какой человек достоин восхищения?» «Чему царь должен уделять наибольшее время?» Мудрые ответы еврейских переводчиков привели египетского царя в восхищение. Он был поражен премудростью этих людей. После пира их поселяют в отдельном здании, где они каждый в отдельности от другого переводят Священное Писание с еврейского на греческий. Всего было 72 переводчика. И считается, что именно за 72 дня они и осуществили этот перевод. Александрийские евреи, царь Птолемей, торжественно одобряют перевод. Евреи произносят проклятие на тех, кто изменит хотя бы одно из слов написанного. Надо сказать, что перевод делался не только для язычников. Дело в том, что в Александрии была большая диаспора евреев, и многие из них уже не знали еврейского языка. Они чаще разговаривали в те времена на греческом языке. Греческий язык – это был такой эсперанто античного мира, то есть язык международного общения. И, конечно, евреи с особым интересом читали, которые не могли читать по-еврейски, вот этот греческий текст. Таким образом, Симеону, богоприимцу, было открыто именно то, что он станет свидетелем того, о чем написал пророк Исаия, что Дева в очреве примет и родит. И в этот день, когда он по внушению от Духа Святаго пришел в Иерусалимский храм, он увидел Деву, которая родила. И он возрадовался, потому что Симеон уже устал от жизни, он прожил очень много, и сказал ныне, «Отпущай, шараба твоего владыка, по глаголу твоему, с миром». Итак, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегетс», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!